Тема Великой Отечественной войны, помощи и поддержки ветеранов актуальна всегда. Может быть по-особенному мы обращаемся к ней накануне празднования главного государственного праздника – Дня Победы. Уже с конца апреля всевозможные организации и учреждения присоединяются к проведению всероссийских акций, главная цель которых – сохранение памяти о самой страшной в истории человечества войне, о тех, кто ценой своей жизни подарил потомкам мирную жизнь. Сотрудники Главного бюро медико-социальной экспертизы Покрачаева Черкесии в этом году присоединились практически ко всем всероссийским акциям, посвященным Дню Победы, символом которой для миллионов людей и не только в России является георгиевская ленточка. С 26 апреля по 9 мая, включительно этого года, сотрудники нашего учреждения раздали более 100 георгиевских лент и памяток о правилах их ношения посетителям нашего учреждения. А также мы приняли участие во всероссийской акции «Бессмертный автополк». Сотрудники также нашего учреждения по своей инициативе на свои личные транспортные средства прикрепили фотографии своих родственников, которые были участниками Великой Отечественной войны. Целью данной акции явилось сохранение в памяти героев из нашего региона. Также в холе учреждения сотрудники установили стенд, на котором поместили фотографии своих родственников, участников Великой Отечественной войны, и тем самым присоединились к еще одной всероссийской акции «Стена памяти». Столько хорошо знакомых лиц, известных фамилий, и все они – тита, дяди, тети, а для кого-то – прадеды. Сегодня живет уже поколение правнуков тех, за кого они отдали свои жизни на полях жестоких сражений. А теперь мы хотим на постоянной основе разместить их в нашем учреждении, как небольшой музей памяти об их подвигах. Дети сотрудников учреждения не остались безучастными и к празднику нарисовали тематические рисунки. Это стало их своего рода откликом на события 1941-1945 годов, выражением их отношения к памяти своих предков. «Флаг Победы» – еще одна интересная акция всероссийская. В рамках этой акции люди по всей стране воздвигают флаги с символикой Великой Победы на своих домах, окнах, балконах, автомобилях, возможно. В нашем учреждении мы также на фасад здания прикрепили флаг Победы, как символ Победы нашего государства. Накануне праздника и в праздничные дни сотрудники МСЭПа Карачаева-Черкесии по главе со своим руководителем Дзридой Аргуновой побывали в гостях у тех, кому сейчас особенно необходимо внимание – это ветераны Великой Отечественной войны. Конечно, гости приходили не с пустыми руками. Человеческое тепло, участие, добрые слова и простые посиделки за чашкой чая – вот что сегодня необходимо этим седовласым старикам. Мы хотим вас поздравить в преддверии 9 мая, чтобы здоровье у вас было, чтобы вы еще пожили, чтобы никогда мы больше не видели войны. Вот с поздравлениями мы к вам приехали. Вы не только совершали подвиги и защищали нашу Родину, вы боролись за нашу счастливую жизнь. Благодарим вас за все. Спасибо вам, спасибо. Желаем вам крепкого здоровья. Вы не забываете, спасибо. Мы, конечно, помним, скорбим по тем, которые ушли и желаем, чтобы было мирное небо, чтобы не было войны. А вам здоровья, долголетия, вашей супруге, чтобы вы вместе прожили счастливо еще ряд лет. Самое хорошее от вас, слышь, спасибо. Молодцы. 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 Ежегодно по всей стране проходит акция «Сад памяти». За время ее проведения в высадке деревьев приняли участие свыше 5 миллионов человек из более чем 50 стран мира. Наше учреждение под руководством Аргуновой Зуриды Мухамедовны, нашего руководителя, также приняло активное участие в данной акции. На территории нашего учреждения мы высадили 37 фруктовых деревьев. В память о медицинских работниках, которые отдали свои жизни, исполняя свой служебный долг во время Второй мировой войны. Также имеется сайт, который называется «Сад памяти 2023». Это карта нашего города Черкеска в данном случае. И вот на этой карте нам выделена отдельную точку, где каждое дерево зафиксировано в память о тех событиях Великой Отечественной войны. Праздник завершился, и о делах, приуроченных к нему, можно говорить с гордостью. Еще одно важное решение было принято на государственном уровне. И к его выполнению самое непосредственное отношение имеет служба медико-социальной экспертизы. По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина создан государственный фонд «Защитники Отечества». Организация будет содействовать участникам специальной военной операции и их семьям в получении всех полагающихся мер поддержки, включая медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Нам предстоит большая ответственная и совместная работа, в связи с чем, по поручению руководителя главного эксперта по медико-социальной экспертизе по Карачаево-Черкесской республике Зуриды Мухамедовны Аргуновой, услуга о свидетельствовании в федеральном казенном учреждении главного бюро МСЭП ОКЧР будет проводиться в течение трех рабочих дней. Если возникнут какие-либо вопросы на этапе установления инвалидности, участники СВО и их семьи, они могут обратиться к нам в учреждение удобным для них способом. Это можно будет записаться на прием к руководителю, главному эксперту по медико-социальной экспертизе Аргуновой Зуриде Мухамедовне по телефону 25-007. Также у нас действует телефон горячей линии по 25-02-13. Консультативную помощь оказывает Качкарова Любовь Борисовна, руководитель экспертного состава смешанного профиля. По вопросам взаимодействия с медицинскими организациями вам может ответить врач по медико-социальной экспертизе экспертного состава смешанного профиля Глова Джульета Казбековна по номеру телефона 8906-444-6464. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова